здравствуйте друзья у нас из событий сегодняшних а сегодня много было но вот выделим то что обсуждение идет широкое того что владимиру зеленскому ну как бы присвоено и как назначили его человеком года журнал time дал ему такое звание на сказать что они и путину много раз давали тоже пусть не обижается во всяком случае я не вижу в этом ничего необычного то есть безусловно зеленский в течение практически вот всего года был на первых страницах на первых полосах он выступал перед всеми парламентами там встречался и так далее так далее но то есть он он действительно очень яркий очень видный и так сказать человек и это не то что вот специфически там скажем него демократы поддерживать его и республиканцы поддерживают это из тех что адекватные но в данном случае речь это не адекватных я наткнулся случайно ну вот что-то я там смотрел и вдруг вижу какой-то сюжет вот там про что зеленский типа христиан преследует в украине я думаю что это такое думаю как это он украины в украине христиан преследует ну и пошел посмотреть а это такой есть человек ну вот такой как бы современный гитлер современный ну не геббельс а вот типа соловьева вот как в россии соловьев вот так у республиканцев на fox news есть такой человек его зовут тукер карсон вот такой типич такой соловьев вот если вы хотите понять какого плана это мразь вот это соловьев вот значит этот тукер карсон выступает и рассказывает что вот мол мы тут значит деньги наших налогоплательщиков тратим а имейте ввиду что это все смотрит очень много людей верующих среди электората республиканского очень много верующих и вот значит мы тратим на них там сотни миллиардов на поддержку и вот ему значит там эти призы выдают там человек года а он на самом деле так христиан преследует ну и дальше этот сюжет на минут на десять там но если коротенько вот сказать что он говорит а он там перепевает это с разных сторон одно и то же но это одно и то же состоит в том что первое то есть такая констатация что вот есть украинская православная церковь вот слушайтесь украинская православная церковь которая существует свыше тысячи лет и вот он ее запретил он ее запретил он вообще диктатор он не только ее он все оппозиционные партии запретил он арестовывает священников войска входят в храмы и в монастыри и в общем хана тысячелетней украинской значит православной церкви и вот мы говорит этого человека поддерживаем и никто никто слова не говорит мало того что демократы он еще показывает каких-то видных республиканцев из самых видных которые говорят что вы там поддерживаем украину в борьбе за демократию она там за за всех за нас борется это вы видите как лгут эти люди и дальше значит там много тысяч значит комментариев читаю комментарии значит они пишут спасибо тебе тукер значит за правду а тоже никто же правду ты не скажет понимаете то есть вот это вот лживая даже я не знаю каким словом назвать каким плохим словом не назовешь все равно это будет как комплимента вот это вот гебельсовщина гнилая и мыс мы в этом живем вот вы просто не понимаете мы в этом живем а тукер карсон это то же самое что трамп это один в один это просто его так сказать прямая ну как продолжение значит это вот с той стороны все вот мы вот в этом живем уже шесть лет больше шести лет четыре года при трампе два года после еще год до трампа 7 лет 7 лет ну какая эта часть людей которые вот это все слушает и зомбируется и ну как бы сказать индок тренируется вот во всю эту блевотину вот они вот вот они вот это пишут спасибо тебе друг за правду никто же правды ты не говорит так что вот друзья значит и в нынешнем составе палаты представителей новом составе который заступит 3 января там вот этих вот мага репабликанс вот эти вот как бы зомби трампом интересно как бы позицию которых выражает вот этот вот тукер карсон их там человек 40 то есть это считай но если не каждый пятый это меньше чем каждый пятый но больше чем каждый шестой вот ну скажем так 18 процентов 18 процентов и мы еще посмотрим чего они там учинят потому что у них большие планы а без их голосов то есть республиканцы палате представителей ничего не могут потому что там нет такого большого перевеса над демократами там перевес по моему сейчас я думаю ну там 9 там голоса 9 голосов по моему их и табли 213 на 222 до 9 голосов перевес поэтому они своими 40 голосами могут вынудить и как бы будут вынуждать мы знаем как сказать что там дальше будет будут вынуждать значит республиканскую партию чтобы она сдвигалась ну как бы в сторону вот этого да то есть а а нет значит мы тогда не не голосуем мы видели много раз такое как как они как они это делают я просто вам рассказываю вот как мы тут живем с чем мы тут живем с чем мы тут имеем дело вот уже семь лет мы с вами посчитали вот и дальше будем да да они они никуда не деваются они вот тут ходят так что такие замечательные интересные люди друзья ладно я я не то что большой зритель этого всего но случайно нормал то есть я знаю кто это и как бы так понятно но все равно же соловьёва смотрите эти соловьёва тоже не смотрю поэтому так что включаешь думаешь что это там дойче рунчао тогда геббельс какой нет 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 это не дойче рунчао это fox news тукер карсон а то же самое хорошо друзья счастлива и до новых встреч а зеленского чё же давайте поздравим не каждый день не каждый год не каждому президенту или вообще общественному деятелю удается вот так попасть на первую позицию в таких рейтингах при всей конечно относительности этого всего и я думаю что главное в жизни зеленского это не то что он там какие-то рейтинги попал а то что он действительно как бы авторитетный человек с которым считаются и которым ну можно сказать гордится украина да то есть он оказался на в нужном месте правильный человек в ответственное время его там и с джорджем вашингтоном сравнивают и с черчиллем ну вот по той роли которую он играет так что я думаю что вот это побольше будет чем какой-то рейтинг там от журнала time но так в общем то все за все до кучи давайте мы его поздравим от всей души счастливо и самое главное не даже не его поздравим давайте поздравим всю украину а он уже так как символ пусть будет счастливо